Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Держи, держи, помогаю Дедушка, а почему Стефанина плачет? От радости. Она же домой вернулась. Дедушка, а я на Стефанина похожа? Меня поэтому так назвали? Тише, Стефа, так нельзя в церкви. Мама, а я такой же красивой буду? Ну, конечно. Только тише. Ух ты, что здесь? Егор, так в церкви нельзя. Да ладно. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Стеш, ну куда ты? Что такое? Ну я им объясняю, что тут не место для Игоря. Они догонялки устроили. Ты умничка, молодец. А вы чего догонялки устроили? А ну, Егор, забирай банду и марш на улице. На улице бегайте. Побежали. Кто последний, тот и хватит. Христос воскресе! Во истину воскресе! А родители-то где, Стеш? Они за какими-то дядьками пошли. Сначала мама, а потом папа. Помогите! Мамочка, папочка! Помогите! Возьми ее, не отпускай. Помогите! Таня, Толя, Толя, Дуга, что же такое, что случилось? Молочко, молочко, порошок, покупайте. Все свеженькое, домашнее. Молочко! Иди-то! В Черновых покойник, дочка! – Коль, глянь, кто приехал? – Здравствуйте! – Здравствуйте! – Здравствуй, Стеша! – Здравствуй, невестушка! – Здравствуйте, теть Поль! – На каникулы приехала? – Ну, уже закончила. Молодец! А Егор мне писал, что ты должна приехать. Молодцы, что переписываетесь. Я ему чаще. Да, мне он тоже редко пишет. Ну, я пойду, теть Поль, дед ждет. – Ну, иди отдыхай. – До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Деда! Дед! Ух ты! Извините. Ничего-ничего. С вами нормально все? Ага. Ну, хорошо. Хорошие краски. Да. Разбираешься? Художница? Начинающая. А. Ну, до свидания. До свидания. Деда! Удачи! Стойте! Это же не ваш велосипед. Это деда моего. Я лично изоленту на руль наматывала. Понятно? Да. Подвезти. А, велосипед рассчитан только на одного человека. А. Ну, да. Да. Так. Давай. Давай помогу. Давай-давай-давай. Спасибо. А ты бери велосипед. Езжай. Нам с тобой все равно по одному адресу. Я уже поняла по краскам. Аккуратней вазы. Я ее сама делала. Угу. Ты же художник? Угу. Только давно начавший. Угу. 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 Привет. Подожди меня. Спускайся давай. Привет. Соскучилась. Привет. Тебя не узнать. Такая красивая. Ну ладно тебе. Нет. Слушай, вся деревня гудит, когда это вы с Егором до свадьбы додружились, а? Это он сам так решился. А ты? Не хочешь? А я учиться хочу. Да выходи за него. Вместе две свадьбы сыграем. Я вот с Пашей, ты с Егором. Устроим праздник, вся деревня будет гулять. Тешка, привет! Привет, Паш! Теш, здравствуй! Здрасьте! Спасибо! Да-да. Видишь, перед будущей тёща очки зарабатывает. Посмотри, важная персона — москвич. Здрасьте! Здрасьте! Увесистая работка. А вы чего, знакомы? Нет. Да это мы… Я, в общем, он велосипед. Долго рассказывать. Да, где-то был человек-пароход, а это значит, человек-велосипед. Ага. Ну, пока, Нила. Пока. До свидания. До свидания. Деда! Деда! Ай, не может быть! Наконец-то! Ну! Деда! Это что такое? Как похорошела! Моя девчонка, можно сказать, просто расцвела. А велосипед откуда? Я же вам буря отдал на почту съездить. Где ты парня потеряла? Я уже нашелся. Ага. Молодец. Давай-давай. Вот. Ваза цела. Спасибо. Я тебя заждался. Проходи, заждался тебя прямо. А откуда они здесь взялись? Ребята-то, представляешь, прослышали про нашу реставрацию. Сами приехали. Да еще инструмент привезли. Материалы. Боря, а Глебова старший брат. И работящие, и талантливые. Ай! И поселились тут недалеко. Пойдем, пойдем. Пойдем. Как же я соскучился. Пойдем. Проходи, да-да. Деда! А я тебе привезла, что просил. Да? Так. А я тебе кое-что тоже, между прочим, приготовил. А? Как же я соскучилась! Кушай, кушай на здоровье. Вот. О-о-о! Вот это подарок, так подарок. Между прочим, Борис, он, я тебе скажу, не просто талант. Он в макушку поцелованный. О нем когда-нибудь тут тоже напишут. Вот помяни мое слово. Дед, а чего ты мне его так расхвалишь, м? Потому что талант. Мы тут тоже сами с усами. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хотели в Москву забрать на конкурс, но я ее для родителей делала. Умница. 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 Счастья начинал. Всегда хотели быть вместе. И даже в несчастье. Глеб, я переделывать не буду потом. Давай сразу. Сразу нормально мешай. Я нормально мешаю. Глеб, ну темно же получается, не видишь? Нет? Слишком густо, Глеб. Я еще ничего не сделал. Деда. Ну как? Очень. Деда, а можно мне? Я знал, что ты запросишься. Конечно, не просто можно, нужно. Давай так. Глеб! Глеб, спускайся ко мне вниз, больше толку будет. А ты к Борису. Я сам что доделаю. А то, знаешь, они вот вроде родные братья, а иной раз как кошка с собакой. Давай, 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 давай. Эй, Виктор Андреевич, это вы нас еще в детстве не видели. Мы с Борькой так гавкались. Просто все выясняли, кто из нас главный. Залезай. Хорошо. Вот тебе. Вот одежда, вот одежда. А потом будешь ним прорабатывать. Давай. Осторожно. Да я-то старше. Спасибо. Ну, Глебушка, это единственное твое преимущество. Да, это точно. Борьке достался весь талант. Надо отдать должное. Так. А что, я не прав? Хватит. Хватит вам обоим балаболы. Все-таки не забывайте, где мы. А почему персты так выписаны? Это же Новгородский канон, да? Ух ты! Разбираешься? Ну… Да, ты знаешь, мне кажется, что вот, Новгородский более выигрышный. А мне нравится Вологодский. Дед, скажи, я вот смотрю на все эти эскизы, зарисовки, и не могу понять, где ты в живописи учился. Там, где девяносто девять плачут, а один смеется. Я тогда в художественном учился, а забрали меня прямо отсюда. Домой на каникулы приехал, а тут началось такое. Вот и меня. За шкирку ей. В места не столь отдаленные. Но там, слава Богу, повезло. Приставили меня к тамошнему песцу. Так на ихнем языке художников называют. В общем, все, что во мне есть, это от него. Да. Неплохо он тебя писать научил. Он мне еще и жизнь помог сохранить. Может, для того, чтобы все, что он в меня вложил, даром не пропало. Да, чтоб я это мог как-то людям передать. Виктор Андреевич, стечка у вас. Поехали Егора встречать. А что она на станции не видела? Езжайте сами. Езжайте, езжайте. Она тут делом занята. Ладно, поехали. Ствола ждать не любят. Давайте, давайте. Деда, а кто приезжал? Не ерунда, не отвлекайтесь. Стеша, там у вас наверху белило. Поднеси мне. Сейчас. Давай я помогу. Давай. Аккуратно. Так-так-так. Спускайся. Давай. Опа. Держи. Спасибо. Стеша. Ну что ж ты? Ну, тихо, 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 тихо. Глаза не открывай. Тихо, не открывай. Подожди сейчас. Так. Так, глаза не открывай. Ну-ка, подожди, подожди. А там, а там. Где ты? Ну, подожди. Ну, что ты смеешься, дурная? Так, а теперь открывай. Все хорошо. Открывай. Открыло, поморгай. Да все нормально. Нормально. Так, я промою, хорошо? На всякий случай промою. Пошли, пошли, пошли. Хорошо. Дети. Здорово, Ключка. Здорово, Ключка. Здорово, Ключка. Здорово. 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 Ну, ты красава, где доста? Привет. Да капота к девчонкам в поезде приставала. Пришлось объяснить, что они правы. Четверых положили, о. А где стихо-то? Да церковь размалевывает. Я заезжал, дед не отпустили. Так невеста у меня художница. Аккуратно, аккуратно, руками не трогай. Ничего не вижу. Сюда, сюда, сюда. Так. Тут аккуратно. Стой здесь. Стой. Глаза руками не трогай. Так, подожди, подожди. Ага. Давай. Давай, давай. Так. Давай еще. Еще. Ну-ка. Ну-ка покажи мне. Ага. Так, все. Все. Давай сама. Ага. Сейчас. Напугала ты меня. Вот напугала-то. Еще. Легко же вас столичных напугать, да? Ах, вот оно как, а. Да знаешь, столичных. А я, между прочим, тоже знаешь. Ланской, да. У меня здесь даже имение было. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ланской. Да. А ну, получай. Да, Ланской. Местные мы. Имение у вас было. Да, имение. Вот тебе. Да. Вот так. Ланской, да. Привет, озер! Я вернулся! А-а-а! 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 Снежка! Привет! Ой! Уже приехал! Ну что, малышка, соскучилась? Что это у тебя? Да нормально. А это че такое? Да, глаза промываем. Это Борис. Художник. Помогает деду храм расписывать. Боря. Виктор Андреевич! Наши вам! Здравствуйте, Виктор! Привет! С возвращением, Егор! Здрасте! Здравствуй, Володя! Ага! А кто это? Егор. Друг детства. Муж твой будущий! Ой! Поставь, пожалуйста! Поставь! С приездом! Ну, Егор! Угощайтесь! 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 А что это ты раздухарился? Полочка, Полочка, ну не гусьи! День какой сегодня! Смешный! Сын из армии вернулся! Егор, за тебя! Ура! Стех, у меня подарок для тебя есть. Ой, какие. Нравится? Красиво. Ну так, какой подарок! Какая красота! Верно, Паша? Наверное. Жерелье! Ой, жерелье, это буш! Боря, тебе не стыдно? Наташка по тебе там в маске сохнет. Вот. А ты к местной девице-красавице подкатить решил? Знаешь что, брат? Что? Минуточку, внимание! Раз все в сборе… Борис, стой! Компотик холодненький. Готовьте подарки, дорогие девчане. Поль… Скоро свадьбу гуляем! Наша, что ли, с тобой, Поль? Опять? Да молчи ты! Егора и Стешин. О, сюрприз! Перестаньте! Перестаньте хлопать! Мы еще ничего не решили. Я уже давно все решил, Стёх. Будешь у меня, как у Христа, за пазухой. Чё-то съедишь, музыку иди ставь! Уже играют команды! Молодежь, танцуем! А девице-то другому отдана. И будет век ему верна. Ну, чего, Стеша? Вижу, не весело тебя? Нет, я ничего не понимаю. А я понимаю, Стеш. Я же вижу, как ты на Борю смотришь. Стеша! О, пойду Пашку поищу. Угу. Пойди, пойди. Стеш, ну ты бы с этими братьями поосторожнее. Егор ревнует. Ты же его знаешь. Ну чего зря злить? Он же выпил дурной совсем. Ну, жена почти. Понимать должна. Ну, чего ты стоишь? Давай варей. Чё молчишь-то? Смотрят, как на второй шоу. А я давно предлагаю брату удалиться по-английски. А он всё типажи разглядывает. Ну, чего молчишь-то? Какие тебе тут типажи, а? Почему? Почему? Ну, свадьбы ещё не было. Драться ещё рано. Давай, давай. Я танцую. Танцуем, ребят. Ага. Значит, вместо того, чтобы спасибо сказать, что такую в семью берём, вы ещё и носом воротить, да? Какую такую? А такую. Про неё до сих пор. За глаза говорят, что она дочка вора. А? Так следствие предполагало. Это не следствие было, а цирк. И ты это знаешь. Да ладно. Сын твой сам эту кражу подстроил. Заткнись, пьянь. Да Толян просто не поделил ворованное с корешами. И вот они его и пырнули. Сам вор. И жену сгубил. Деда. Мой сын никогда не был вором. Не надо. И я это докажу. Долго что-то доказываешь? Постараюсь быстрее. Вы ведь и меня вором считали. Помнишь, Федька, помнишь? А потом всё стало на свои места. И здесь, как докажу, встанет. Пойдём, пойдём. Вот я тебе. А ладно тебе. Ура! Ура! Помочь? Я сама. А это правда, что… Ну там что говорили о родителях? Не всё. Десять лет назад украли нашу икону. Мои родители погибли. Меня потом в интернат отдали. Деду из-за возраста не оставили. Ну, а люди до сих пор судачат, что это мой отец виноват. Вот и всё. Можно доказать, что он не виноват. Через много лет. У меня есть мечта прекратить все эти сплетни об отце. Закончить это всё. Может, я тебе помогу? С расследованием. Спасибо. Ну, я попробую. Ну, мне пора. Ну да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока. Пока. Егор! Ты здесь зачем? Меня ждёшь? Или кого другого? Егор, ты пьяный. Уходи. Чё-то как неродная эта стиха, а? Егор, не трогай меня. Я сейчас деда позову. Невеста моя. Что ты делаешь? Егор, убери руки! Убери руки! Невеста не жена. Уходи. Не так быстро. Я пока. Значит, будешь с женой. Скоро. Ясно? Мама. 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 Здравствуй, Егор. Секундочку, подожди, у меня очередь. Да некогда мне ждать. Мы со Стешкой женимся. Короче, ставьте нас на пятницу, часов на десять. Подожди, невеста должна быть здесь. С документами, с заявлением. Все как у людей. Невеста будет сразу на росписи. Чего непонятного-то? Спасибо, сынок. Стой! Спасибо, Глеб. Да не за что. Подожди! Это дед собирает свое расследование. Ага. Ну, ты чего? Молодежь! Ага. Как мы сегодня работать будем? Будем. Виктор Андреич уехал, сказал, что полностью нам доверяет самим тут. Куда уехал? Зачем? В Москву. На пару дней. Там, по делам. А ты не изыгрался с девицей красой, а? А если она мне нравится? А у нее жених. Бешеный. Ладно, разберемся. Опять все порвал! Да ладно тебе, батя, сейчас сделаю. Да чё ладно ты, чё ладно? А тебя дождешься. Все равно сам все буду делать. Слушай, подсохло уже. Вован, привет. Привет. Здорово. Привет. Егор, Стешка уехала с москвичем этим. Паша тоже с ними уехал. Куда уехали? В архив. Хотят все расследовать. Помоги, я должен разузнать, я ей обещал. Короче, Борис этот приставал к Паше. А ты была в Москве? Совсем маленькой. Хочешь осенью, приезжай. Город тебе покажу. А я, может, и раньше приеду? Да. В институт буду поступать. Понятно. А как же жених? Подождет, наверное. Так, Борь, допуск на тебя дали, идем. Так. Стеш, ты пока тут подожди, хорошо? Хорошо. В общем, дело я пролистал. Мутная история. Не зря все это закрыли. Там одна зацепка про нож, которым их убили. Понятно. Борь, слушай, тебе вообще интересно или ты так очки перед Стешкой зарабатываешь? Интересно. Пошли. Егор, привет. Ты здесь, а я… А мы в архив приехали. Кто мы? И почему не я тебя сюда привез? Ну, раз ты в городе, пошли заявление писать, у нас с тобой завтра свадьба. Пойдем в машину. Свадьба, подожди. Я не хочу никакой свадьбы. Егор, я учиться дальше буду. Послушай, я тебя ждала, потому что тебе это важно было. Но ничего другого у нас с тобой не было. Я по-дружески. Не было, потому что берег. Для себя. Ты меня чего, зайдет держишь? В Москву собралась? Не будет этого. Садись в машину. Егор, что ты делаешь? Мне больно. Отпусти меня, Егор. Что ты делаешь? Отпусти. Здрасьте, тетя Поль. Стерша, здравствуй. Проходи, милая. А Егор за продуктами поехал. Вы молодцы. Вы все так быстро решили. Ну, а что? Любите друг друга, значит и женитесь. А чего тянуть-то? Вы простите меня, тетя Поля. Но только это не я. Это Егор все решил. А я… А я не люблю его. Я вот только что это поняла. Тетя Поля. Тетя Поля. Помогите. Что делать? Вы же с детства друг друга знаете. А Егору никто, кроме тебя, не нужен. Стерпится, слюбится. Ты плачь. Плачь. На свадьбах все невесты плачут. Я вот знаешь, как плакала? Мать говорит, Полька, всю избу затопишь. А Егор тебя любит. Очень-очень любит. Поэтому и грубый такой. Здесь, значит. Тетя Поля. Кто там? А… Вам кого? Мне бы нужно повидать… Батона Лаврина. Или Эдуарда Батоновича Лаврина. Здесь таких нет. Уходите. Мне этот адрес дали в союзе художников. Откройте на минутку. У меня надо кое-что выяснить. Они здесь больше не живут. Уходите. Я вызову милицию. Слышите? Да слышу я, слышу. Не живут. Извините. Тернов Виктор Андреевич. Тернов Виктор Андреевич. А, дед не звонил? При мне нет. Я волнуюсь за него. Я очень хочу, чтобы ты поехал со мной. Зачем? Ну, тебе надо учиться и… И что? Я тебя. Борис, смотри, какие у нас гости. Та-дам! Ну, здравствуй, Боря. Сессию наши красавицы уже сдали, так что могут остаться у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуй. Ну, мог хотя бы позвонить раз за месяц? А если бы Глеб Светке не позвонил? Привет, Боря. Здравствуй, Света. Ну, ты не рад, что ли? Рад. Вы извините, я сейчас. Сейчас. Борис! Борис! Угу. Искал Лаврина, напали в дом. А чего ж мне люди звонят, жалуются, что бомжуешь, по квартирам ходишь? Кто слегавил, тот и сдал в солдаты. Походу, и лопанули по полной. Документы, деньги. Лопанули. Слегавил. Сколько сидел? Не поверишь, начальник. Четверик. Двадцать пять. И за что? Я в художественном учился. Приехал домой на каникулы, а тут церковь нашу сворвать приговорили. Ну, и решил я самую ценную икону нашу, Стефаниту Дамасскую, спасти. Спасти. В общем, спрятал я ее. Ну, а меня под белые рученьки. А когда мы церковь всем миром восстановили, я икону из тайника достал и на место вернул. А ты бы видел, как народ радовался. Да только недолго украли ее у нас. Вот ищу. На вот, дед. Хлебни чайку. Сейчас льда принесу. К шее приложишь. Вот. Спасибо. Спасибо. Лед. Это хорошо. Значит, так, Борь? Не успела приехать? Вали, Наташенька, обратно? Значит, это, это все между нами? Да между нами давно все, Наташа. Мы с тобой месяц назад расстались. Борь, ну, давай все изменим. Я буду такой, как ты хочешь. Наташа, твой автобус уезжает. Прости. Боря, так нельзя! Борь, я приехала, чтоб мы были вместе! Стешка, кто счастливая невеста? Понятно. Слушай, подруга, тебе нужно все бросить и уехать в Москву. Стеш, Москва — огромный город. Никто тебя там не найдет. Даже Егор. Ну, попроси своего Бориса. Пусть тебя увезет. Вот. Нин, к Борису невеста приехала. Красиво. Ну, ничего, ничего. Мне можно. Стеш, ты насчет деда не переживай. Вернется. Да, роспись отменять не будем. Ну, все-таки там гости и все такое, да, подарки. А с венчанием подождем, пока дед не вернется. Я же понимаю, как для тебя это важно. Ну, все, я тогда пойду, да, чтоб все по правилам. До завтра. Так. В общем, дед, пробил я тот адрес, а Лаврин там больше не живет. Другие люди там. Съехал он. Это его старый адрес. Я еще там понял. Но ведь у него же галерея. Через нее можно его найти. Да ты на ногу свою посмотри. Не могу. Чего? Шея не ворочается. А ты искать, искать. Сиди, жди, пока тебя заберут. Ну, что вы тут, девочки, все хорошо? Да, хорошо. О, уже склеились. В чем дело? Боля! А ты мне не начинай. Не начинай. Здравствуйте. Спасибо. Проходите. Спасибо. Кольца. Да, сюда. Так. Это так. А ну покажись мне. А ну покажись. На. Ой, Господи, какой же ты у меня красивый. Да ладно тебе. Виктор Андреевич в отделении. Его ограбили. Он без документов. Надо забирать. Попал к нему еще вчера. Сообщили сегодня. Постой. Ты точно не хочешь предупредить Егору? Егор. Вот так. Что ты? Стежка уехала. Не держится. Поехали. 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 Что ж forth? Где, девушка? Город. Чего? А надо с собой? Давай! Давай в объект! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-ка, не трожь ее! Что, с ней подойдешь, убьют, тварь? Нет! Нет, Егор! Егор! Я выйду за тебя! Выйду! Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глебушка, может, поедем домой? Тебе отдохнуть надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! Глеб! Вылезай из машины! Я сказал, вылезай из машины! Я прошу тебя ногу! Туда ты лезешь, Борька? Уйди, Глеб. Ты чего не понял, что это за люди, а? Уйди, Глеб. Нет, ты не поедешь никуда, я сказал! Глеб! Удей сюда! Вылезай из машины! Ладно, только я с тобой. Ой, едут! Едут! Ой, слава Богу! Убил ты? О, наконец-то! Ну, все хорошо? Да. Ну, что? Где ты был, сынок, а? Где ты, а? Здесь, стой! Да здесь я, здесь! Ну, что там, Нина? Паш, лучше не спроши. С ума сойти, какие красивые! Сейчас, подожди, стой! Да нормально! Не-не-не, вот, вот сейчас, вот, все! Ну, ну, молодцы! Ну, с Богом! Только пусть меня не спрашивают, согласна ли, люблю! Идем! Не надо! Не делай это! Что плюсי чуть 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 лиur? Ск reactive электричество химических gyaru, Г Kyla! symbole! Идем! Кей jong, кей! Нет! Держись, Плюка! 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 Я приехала забрать своего сына. А документики ваши можно? Депутат Ланская. Провести гражданку Ланскую к заключенному. Открой. Мам, никто не думал, что так оно получится, и там я во всем виноват. Поехали. Тебе нужно к врачу. Защита вызывает свидетеля, Тернову, Стефанию Анатольевну. Свидетель Тернова, вы можете рассказать, кто был зачинщиком драки? Свидетель, вы видели, кто первым на кого бросился? Я не знаю. Я не видела. Простите меня, я не могу. Стеша, Стеша, Стеша! Ничего себе. Простите. На основании изложенного, руководствуясь статьями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил признать Смолова Егора Федоровича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 105-й частью 1-й Уголовного кодекса Российской Федерации за предумышленное убийство. И назначить ему наказание в виде семи. Семи лет умышленное решение свободы. Егор ничем не виноват. Это это. Они на свадьбу ехали. А он первый, он первый полез. А она суд убила. А Егор ничем не виноват. Они любят друг друга. Куда же его сажать-то? Вы в своем уме! А! Жив, жив! Только поскорее, Борис. Хорошо. Святой Божий, я виновата перед тобой. Господи, прости меня. Настави нам путь истинный. Помоги мне, Господи. Я не знаю, что мне делать. Господи, не остави меня, Господи. Я во всем виновата. Что мне делать? Стеша! Я могу чем-то вам помочь? Вряд ли. Здравствуйте. Простите, вы не знаете, где сейчас Стеша? Я не знаю, Боря. Борис, я не желаю, чтобы она приближалась к нашей семье. Если ты меня хотя бы немножко бережешь. Простите. Ну, что ты, что ты? Уныние — грех, отчаяние тоже. Батюшка, что мне теперь делать? Исправить то, что можешь. И принять то, чего не можешь изменить. Стеша! Стеш! Стешенька! О, Господи! Я буду ждать тебе мой адрес, Борис. Я буду ждать тебе мой адрес, Борис. Спасибо. Так какая нужда в личной встрече с Лавриным? А что, доступ к телу ограничен? Ну, он очень важный человек на арт-рынке. Возможно, у него находится одна икона. Очень важная для меня. Когда-то эта икона принадлежала моей семье. Икона Стефанида Дамасской. Понимаешь, дружище, Эдуард Платоныч очень не любит, когда к нему подкатывают с подобными заявлениями. А деньги Эдуард Платоныч любит? Я готов очень щедро заплатить. Здравствуйте, тетя Поля. Как Егор? А ты как думаешь, на зоне? Мне бы адрес его. Сдались ему твои письма! Уйди, видеть тебя не могу! Такого парня за решетку! Воротила нос, а теперь никому не нужна! Ты не письмами откупайся, а сделай что-нибудь, чтобы Егор простил тебя! Да, да! Простите! Может, прогуляемся? Нет времени, Наташ, нету! Ваш счет! Спасибо! И это такая благодарность? Ну, я все-таки посредника нашла! Наташа, огромное спасибо! Правда! Боря, мы только по таким поводам и видимся! Забыть пора и обида, и ревность! Давай считать, что ты не ездил в никакой Озерске, и кошмара там никакого не было! Ну, Боря! Не получается забыть, Наташа! Ладно! Так ты ради нее ищешь? Ну, и где ж твоя деревенская любовь? Что ж не спешит к тебе, а? Так сильно и нужен! Всего доброго, Наташа! Спасибо! Спасибо! Деда! Мне деньги нужны! На поездку! Поможешь? На поездку? Ну, так это, конечно! Если нужно, так… Ты же знаешь, где деньги лежат! А я сейчас… Дед! Сейчас! Запуталась я! Я во сне все иначе вижу! И ни погони, то нет ни драки! А потом, как проснусь, вспомню, что на самом деле случилось! Сейчас, сейчас, сейчас я! Вот! Это… Борис тебя оставил! Ждет он тебя! Нет, деда, нет! Из-за меня его брата убили! Мать его ненавидит меня и правильно делает! Не вини себя, Стеша! И Егора из-за меня посадили! Перестань! Не вини! Тут моей вины больше! Вот остался бы рядом, может, не дал бы этой беде случиться! Нет! Меня, видишь, ниточка в расследовании помаячила! Бросил все, помчался в Москву на поиски! Вот они, мои поиски, да всем боком и вышли! Хоть бросай их совсем! Брат-то я Борису не верну! Хоть перед Егором свою вину заглажу! Егора никто под руку не толкал! Сам виноват! И наказание он заслуженное получил! Деда, а мне как с этим? Трудно! Но пережить это надо! И дальше жить! Трудно! Здоров! Привет! Ну, все как договаривались! Ага! Спасибо большое! Все! Спасибо! Давай, удачи! Здрасте! Ланской Борис! Да! А вы не Лаврин! Это я знаю! Садись в машину! Спасибо! Ну! Садись! Алло! Алла Сергеевна, Борю увозят! Женой называлась? А иначе бы не пустили! Здравствуй! Я вот передачу тебе привезла, а еще деньги. Вот. Возьми, пожалуйста. Егор, я очень виновата перед тобой. Прости меня, что все так. Так. Прости меня. Ну, раз женой называлась. Не надо! Меню, пожалуйста. Нет. Спасибо за встречу. Ну, что вы, когда просит такая прекрасная женщина? Ну, вы согласились не потому, что я так прекрасна, а потому что вы знаете, кто я. Моего сына задержали ваши люди. Прошу прощения. Действительно, немного перепрощили. Ну, вы тоже поймите правильно. Ваш сын абсолютно безосновательно стал связывать мое имя с украденной иконой. Эта икона с давних времен принадлежала моим предкам. Мы очень ценим историю нашей семьи. Вот, наверное, поэтому Борис и пытается везде ее искать. А при чем здесь я? Эта икона в восемьдесят девятом году как пропала, так до сих пор никто не знает, где она. Нет, нет, не знают. Я, кстати, тоже не знаю. А сына можете забрать. Прямо сейчас. Угу. Еще раз извините. Открывай. Ты что, соображаешь, куда ты суешься? Мам, ну ты меня за ручку еще поводи. Надо будет по виду. Я уже с Глебом вам дала свободу. Поехали бы в этот Озерск. И чем закончилось? Ты хочешь, чтобы они что-то с тобой сделали? А они думать не будут. Борис, Борис, ты у меня один остался. И я не железная, чтобы спокойно наблюдать, как ты губишь себя. Пообещай мне, что эту девку из Озерска ты забудешь. Мало она нам горя принесла. Мало она нам горя принесла. Грехи приехала замаливать? Так я ни поп, тут ни церковь. Я теперь ЗК. А ты жена ЗК. Кровь вытри. Конвой! Конвой! Суда она окончена. Хороша, правда? Да. Не хотелось бы мне Пете, чтобы кто-то предъявлял на нее претензии. Но никто не узнает, что она у вас? Ты знаешь, историю ее знаешь. Заступалась за христианство, за некоего Виктора, особенно Ариана. Его всячески пытались извести, а он все живой. Чудо. А Стефанида была женой одного из мучителей, вот и заступилась. А эти мучители две пальмы нагнули, ее к этим пальмам привязали за ноги и отпустили. Понимаешь меня, Петя? Я вас прекрасно понимаю, Эдуард Платоныч. Можете быть спокойны. Хорошо. С Новым Годом! Ах ты! Дед! Откуда бандиты про икону узнали? Ведь это же явно кто-то из нашего поселка рассказал. Дед! Я тебе про расследование. Эй, расследование. Ты же знаешь, что из-за моего расследования случилось. Не дается оно. Вот судьба, говорит, тормозни. Забудьте на время. Живите дальше. А ты что, на папу наговаривай, тоже забыть? Нет, деда, нет. Я все равно докопаюсь. Ты за что ж ты меня такими словами бьешь? Я не говорю забыть, я говорю на время. Да если что-то новое всплывет, если судьба знак подаст, да я же первый! Запах этот… Да, 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 да. Голова закружилась. Ну, 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 ну. Так… Очень похоже на то, что ты меня правнуком решила наградить. Деда! Ой! 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 Это не «ой». Это огромная радость. Деда, я тебе не говорила. Егор… Э, я понимаю. Понимаю, понимаю. А чего мы теперь делать-то будем? Рожать? Кто бы тебе что ни говорил, кто бы тебе ни отговаривал, мы рожаем. Ты родишь мальчика и будешь счастлива. Я узнал. Виктор Андреевич! Ну, здравствуйте, мой дорогой! А я к вам, так сказать, на Рождество приехал вас поздравить. Здравствуйте. Здравствуй, Боря, здравствуйте. Как Стеша? Где она сейчас? Ну, она… Ладно, Виктор Андреевич, я за Стешей приехал. Нет, Боря. Нет. Понимаешь, у нее теперь совсем другая жизнь. И теперь тебе приезжать не надо. Она замужем, считай. Так замужем или нет? Она его ребенка под сердцем носит. Деда, если так все девять месяцев будет, я не выдержу. Поздравляю. Витамины. Стеша. Стеша! Боря! Стеша. 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 Ну, что ты? Перестань. Перестань. Мам? Да, Боря. Боренька, ну где тебя носит? Посмотри, какая у нас гостья. Здравствуй, Боря. Привет, Наташа. С Рождеством. Тебя тоже. Иди, переодевайся. Мы тебя ждем. Ну да. Сейчас. Наташенька, у меня только надежда на тебя. Проходим. Здравствуй, Егор. Ты ранен? Егор, пожалуйста, я прошу тебя, не делай этого. Я хочу тебе кое-что сказать. Остановись, пожалуйста, Егор! У меня будет ребенок! Анна! Егор, у нас будет ребенок. Аборт делай. А если бы у нас все по-человечески было? А то я даже не знаю, мой он или нет. Ты же знаешь, что у меня никого, кроме тебя не было. И не будет. Узнай, убью. У тебя я, Егор. Аборт делай! А ребенок, ты в чем виноват, м? Я рожать буду. Женишься, хорошо. Нет, я и сама смогу вырастить. А теперь ты меня что-то замуж зовешь. Да пошла ты. Свидание окончено. Свидание окончено. Стиш, мы тут у Егора были. Я рожать буду. Уже ничего не сделаете. Ты рожай, рожай. Рожай, конечно. Это он тогда от злости все наговорил. А сейчас все по-другому будет. А когда он малыша увидит, а если еще мальчишка получится, он тогда все простит. И к нам заходи, Стиша. Мы же с Федором не чужие. И к Егору поезжай. Ждет он тебя. Очень ждет. Зачем звал? Здравствуй. Здравствуй. Сыной без отцовщины не будет. Она сейчас распишет, я договорился. Что молчишь? Опять не согласна? Ну, молодожены, печати уже поставлены, свидетельство готово. Расписывайтесь. Где расписать? Где галочка стоит? Где расписать? Так сказать властью Данной, горько. Да, и ближе. Вот так, хорошо. Полечка, посмотри, красота какая. Да, красота, да. Давай, курси. Даже не верится. Вот как так? Не было человека, а тут вот он. Такой теплый, такой радовый. Такой человечек он. О, а это сюда. Давайте сюда положите. Стеш, можно мне на минутку? Ну, я, подержать. Стешечка, ну, я же, я же не уроню. О, о, тетя Нина. О, маленький. Паш, Паш, смотри. Ой. Стеш, куда ты даешь чужие руки? Отойди. Тетя Поль, ну, я же на минутку. Тетя Поль, головку держать не умеешь. Да? Не, 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 мой хороший. И любишь ты погундеть, Полюшка? Да, да, да. Красавец. Денис Егорыч. В честь отца моего назвали. А, а папа нас деньги нашел на адвоката, да? Из Москвы. Стеша, они так дело обставят, будто Егор тебя от этих москвичей защищал. Да? Да? Полюшка, поехали уже. К бабушке едем. Едем к бабушке. Будем жить у бабушки, кушать оладушки. Стеша, а чего это ты решила у свекрови жить, а? Это Егор так решил. Понятно. Приказы не обсуждаются. Пойдем. Деда, поехали. Ну, пошла. Да ганю. Мы идем, да? Мы идем к бабушке, да? Все. Привет. Здравствуй. Растем. Растем. Ух, какой богатырь стал. Ух. Стеш, тут такое дело, я деталь одну обнаружил. Угу. В связи с пересмотром дела Егора, подняли все, ну, показания, улики. В общем, Глеб был ударен тем же ножом, что фигурировал в деле твоих родителей. Не поняла. Такой же или тот же? Тот же. Рана идентичная. По показаниям Егора, это нож его отца. Это что ж такое получается? Федор Денисович причастен к смерти моих? Ну, я еще никому не говорил, решил тебе сначала рассказать. Спасибо, Паша. Стеш, если хочешь, можем вместе пойти. Я сама, спасибо. За Дениской присмотрите. Случилось что? Просыпайтесь, Федор Денисович, просыпайтесь! Просыпайтесь! Стеша! Откуда у вас нож, которым убили моих родителей? Как, как, какой нож? Вы с ними заодно? Кто они? Как их имена? Я иду в милицию. Стой. Ванька Иванов и Петр Шмаков. Мои армейские товарищи. Приехали, как снег на голову. Стойте! Кто ж знал, что они тогда украдут нож? Станя! И с твоими родителями такое. Опоздал я. Я не видел, как все произошло. Держись, Станюша. Они не они. Они... А нож-то мой. Я испугался. Нож спрятал. Кто бы... Подумали, что это я. И вы все эти годы скрывали это. Их бы давно уже нашли и допросили. Они не они не доказаны. А потом я думал, что... Твой отец с ними заодно. Я об отце твоем подумал. А ты кричишь. У вас есть их адреса. А что это изменит? У вас есть их адреса. Твою отец. Вот... Наоборот, можешь заявить, деду рассказать, только что это изменит. Родителей не вернешь, а деда, не дай бог, до инфаркта доведешь. Да и мы вроде как родичи теперь. Стеша, мы все от тебя теперь зависим. Не губи ее. Ваше счастье, что дед ничего не знает, он бы вас в клочья разорвал. Ну что ты, все хорошо, милый. Мама рядом. Ситуация спорная, поэтому от вас будет зависеть исход дела. Что я должна сделать? Подтвердить на суде, что Борис и Глеб Ланские провоцировали Егора. Оскорбляли его словами, действиями. И главное, что возле ЗАГСа он вынужден был защищаться. Ну, это неправда. Я не могу этого сделать. Это же неправда. Но если вы хотите, чтоб ваш сын рос без отца… Послушайте, все видели, что Егор начал первым. Как быть? Главное, что скажете вы. Стеша, Борис преградил вам дорогу. Это он во всем виноват. Гражданка Тернова, подтверждаете ли вы, что Егор Смолов мог расценивать вашу поездку в Москву, как похищение? Да. И использовал нож для того, чтобы защитить вас и защитить себя от братьев Ланских? Да, все подтверждаю. Свет Евгеньевич, спасибо вам большое. Ну, пол срока вы у нас костель. Я вам… Давай. Только уже. Пойдем, Боря. Стеша, Стеша, иди, благодари человека. Спасибо. Это просто моя работа. Спасибо за сына. И что батю не сдало, я оценил. Сыночек… Пока. Помогите, Боря. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Три года твоему поверить не могу Мне б такого А у нас не получается все Понимаешь? И по бабкам ходили И по врачам И молились Ничего не получается Не нуль Ну Да как Егор твой? Когда приезжает? В этом месяце ждем А ты не боишься? Вы же толком и не пожили Боря Боря Здравствуй, Боря Вот Посмотри, Стеш, какую работу нам привез Боря Я, конечно, еще не мастер Но старался соответствовать всем канонам Спасибо за икону, Боря Эту работу, конечно, нельзя назвать иконой, Боря Но она замечательная Мама Денис Я не досмотрела Не прощу себя Так, все, все, все Сейчас мы успокоимся Все будет хорошо Мы уже в больнице Ну-ка, садись Все, посиди Сиди спокойно сейчас, хорошо? Ну что? Ну? Что? Ничего опасного Отравление, ожог слизистой оболочки Мы его промыли, все вычистили Сейчас перейдем в палату, ему нужно поспать Не беспокойте его Конечно А вам, папаша, следует закрывать все опасные вещества под замок Не забывайте, у вас маленький ребенок Спасибо вам Ну, все, спасибо Боря, прости меня за те слова на суде Да ладно, Серж, я все понимаю Получается, я тебя оговорила М-м-м Ты свою семью спасала Ну, а что, твое расследование сдвинулось куда-то? Нет Хотя у меня есть адрес одного из подозреваемых Но деду я пока ничего не скажу Боюсь за него Ну, хочешь, я съезжу, проверю? Или вместе можем? Нет, не нужно Это наша семейная Я сама поеду Ну, да Тихо-тихо, ну что? Что, мой хороший? Ну Берем Открываем дверцу Ставим Быстрее, быстрее, быстрее Закрываем Что нужно сказать? Приятного аппетита! Приятного аппетита! Сыночек Маме нужно уехать на пару дней А ты слушайся бабушку, обещаешь? Обещаю Молодец Счастливо Всего доброго Ну и куда ж ты все-таки едешь? Да, дед попросил в городок один Там иконы Пара дней, не больше Ну, без долгих проводов Пока, малыш Пока, мам! Врет она Сердцем чувствую Вот дура, с огнем играет Думаешь? Да тут и думать нечего Стеша! Стеша! Боря Я не мог тебя сюда отпустить одну Вот здесь, вот здесь мой муж работает Ваня! Вань! Иди сюда! Что тебе надо, Вика? Иди сюда! Тут к тебе люди приехали! По делу Кто такие? По какому делу? Добрый вечер Здрасьте Федор Смолов дал нам ваш адрес Кто? Федор Смолов, ваш армейский друг А что-то не помню такого Летом, в восемьдесят девятом году в Озерске Вы были на открытии церкви, так? Вспоминаете? Нет В этот вечер пропала икона Мы очень хотим знать Может быть, вы что-то знаете об этом А, вы что, значит, иконами интересуетесь? Есть люди, которые очень хорошо заплатят за эту икону Все, хорош трындеть, работать давай А сейчас подожди Давай Значит, завтра с утра Приходите, когда у меня смена закончится Так Ну, может, чего и вспомню Вспомните? Да Завтра Ну вот Поехали До свидания Слышь, Петя Тут твои иконы интересовались Да не знаю, кто Деньги предлагали Не-не-не, я не выиграл, ты что, я могила Но деньги все-таки нужны Ну, давай Давай, жду А до утра он не сбежит? Да нет, некуда ему бежать А Ну Ну Спасибо тебе И тебе спасибо Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Я люблю тебя С первого взгляда Как только увидела тебя за работой, сразу же пропала Я тогда раньше пропал Когда-то у меня еще Велосипед украсть хотела СМЕХ СМЕХ Привет А, это ты? Не ожидал, что так рано приедешь Здорово! Давно тебя не видел Здорово! А что за люди? А, это лохи какие-то Икону ищут Деньги привез? Да-да, привез Посчитай Ух ты Спасибо Спасибо АААААААА ААААААААААААА Ты где? Я в Молочанске, по делу смерти родителей. А что ты туда? Поехала. Мне надо было, я и поехала. Что значит надо? С кем ты? Я сама. Что значит сама? Ты с ним? Я знаю, ты с ним, тварь. С ним-то, а? Отвечай, тварь! Ты с ним, с ним! Это ты что делаешь? Стоять! А ну стоять! У нас такого никогда не было. Нет, я не знаю, в милиции мне идут, я там спортирую. А что случилось? Наверное, пьяный был, под циркулярку попал. Да? Не верю я в совпадения. Отвези меня на вокзал. Мне надо домой. А мне кажется, мы что-то решили уже этой ночью. Ты нужна мне, Стеша. Боря, пожалуйста. Ты знаешь, я не одна. У меня сын, муж. А у тебя жена. Ага. Отвези меня. Ага. Отвези меня. Ага. Отвези меня. Нам нужно развестись, Наташа. Боря, ты издеваешься? У нас семья. Я люблю тебя. Я никогда не любил тебя. Я всегда любил другую. Прости. Брак – наша ошибка. Прости, Наташа. Ненавижу! 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 Ненавижу ее! Ненавижу! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дешелая по скорой! Ирину Петровну вызывайте! Давление падает! Готовим первую операционку! Заходим! Стоять! Это тебе за мою попытку побега и новый срок! А это за него! Чего молчишь, шлюха? Сказать нечего? Я люблю Борис! С первой встречи всегда любила! И у нас будет ребенок! Я тебе сейчас твоего, ублюдка! Голыми руками выскрипал, поняла? Только тронь! Тебе придется убить меня! Зачем так со мной? Я же поверю, что мы семья! Что случилось, Борис? В общем, она была не трезвая! Врезалась на машине в стену! Это я во всем виноват! Я ей сказал, что мы разводимся! Что? Ну, что там? Ну, что у нее осложненная травма позвоночника! Так, мы сделали все, что возможно! Теперь главное — реабилитация! И, конечно же, ваше внимание, любовь! Спасибо! Ну, вот так! Все-таки ты счастливая, Стешечка! Что бы там ни было, ты счастливая! У вас с Пашкой тоже все получится! Да! После трех выкидышей! Ой, ну куда ты лезешь? Ай! С улицы, прямо в дом! Я не чай сюда пить пришла! Да следишь, а потом кто вытирать будет? Дениска! Здравствуй! Что за женщина? Бабушка пришла! Идем к бабушке? А-а-а! Ты разводиться собираешься? Или Егор, когда вернется, рогами на всю округу светить будет? Собираюсь! И мой тебе совет! Сгинь! От греха подальше! Я уеду! Уедешь! А Дениска с нами останется? Нет! Ты еще себе принесешь в подоле от принца, какого заезжая? Ты думай, Поля, что говоришь! Я знаю, что говорю! Плохо знаешь! Дед! Пожалуйста, не надо! Ай! Пойдем! Пойдем, Дениска! Пойдем! Пойдем, Денис Егорыч! Бабушка тебе пирожков напекла! Я Дениса вечером заберу! Угу! Заберешь! Идем! Вон, осторожненько! Мой хороший! В Москву тебе надо, Стеш! К Борису! После этой ночи он так и не позвонил! Стеш! Сама позвони! Так! Так! Ну что! Мы уже можем попробовать с тобой! Да! Да! Готова? Да, да! Так, попробуем! Просто страшно очень! А мы не спешим никуда! Так! Так! Давай вторую! Так! Сейчас не спеши! Не спеши! Не спеши! Так! Так! Давай аккуратно! Встаем! Встаем! Аккуратно! А? Голова кружится! Кружится! Ну хорошо! Так! Давай сейчас! Вот сейчас! Давай левой! Так! Правой! Так! Аккуратно! Вот до дивана дойдем! Правой! Левой! Садись! Сейчас сядь! Секундочку! Садимся! Садимся! Ну! Так! Ну! Ничего! Нормально! Сейчас кастыли принесу! Спасибо! Спасибо! Борис, ты у меня такой молодец! Я делаю только то, что должен делать мама! Приятного аппетита! Спасибо! Вот тебе вилочка! Вкусно? Угу! Теть Нин! Теть Нин! Здрасте! Дениска! Привет, Дениска! Заходи! Теть Нин! Теть Нин! Там братики случится! Дед за вами послал! Ну-ка, Дениска, пойдем! 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 Давай быстрее! Паша! Дыши, 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 дыши! Дыши, дыши! Не волнуйся! Смотри, в каких условиях едем! А там еще мигалку включим! А? Нинка! Чтобы все знали, что преступницу везут в клетки! Дурочка! Зачем ты такое говоришь? Ты дыши! Сама сказала Борису не звонить! Сама! Думаю, разберусь! У вас же все проблемы с Егором! Ага! С Егором уладишь! Струсила, Нина! Струсила! Ой! Ой! Паша, ну не дрова же везешь! Сам будешь уроки принимать, а? Ты дыши, дыши! Ну, вы нашли время рожать! Да быстрее давай! Заеду, еду! Скоро, скоро в больницу уже! Вот ключи от машины и от квартиры. Возьми! Боря! Все, что я должен был сделать, Наташа, я сделал! Боря! Прощай! Возьми! Поздравляем! Ну что? Паша, забрали в родильный зал! – Забрали? – Забрали. Ну, все, Паша. Так, вещи, вещи забыли, дед забрал. Аккуратно, там телефон сверху. Телефон? А ну, держи. Ты мой хороший. Стешка, какие они у тебя красивые все получаются. Да. Чи-чи-чи-чи-чи. Можно я возьму? Держи. Аккуратно. Ой, 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 ой. Так. Ой, ты мой сладенький. Ой, ты мой маленький. Ой, как пахнет. Ой, лю-лю-лю-лю. Стеш, держи. А это… Держи. Осторожно. А я пойду, это, Пашу поищу, наверное. На чужие роды засмотрелся. Как только вас выпишут, забираем детей и переезжаем ко мне. Дениска! Денис! Мам! Здрасте! Привет, мой хороший! Соскучился. А мама за братиком ездила. Сияет, как медный грош. За нового человека, что ли? Хоть тебя и стрюк, но… Идем, Денис. Тут человек от Егора приехал. Не хочешь про мужа услышать? До свидания. А может, пацану здесь интереснее? Может, он про батю хочет услышать? Ведь из-за тебя же не видится. Я сама расскажу. А если совсем тяжко станет, ты помни, мужчина он есть, потом нет, а дети — это навсегда. Да, это твое. И разлучать их нельзя. Одна кровь, братья. Да. Ну что? Все, готово. Готово. Давайте, помолчим на дорожку. Готово. Пора. Береги их. Все. Пойдем. Давай. Деда, ты звони. А как все уляжется, мы тебя заберем. Ты обо мне не думай. У тебя дети. Все, все, все. Уехала. И Дениску с собой забрала. А ты как хотела. Дитя у матери забирать нельзя. Не по-людски это. Сколько горя из-за нее было. А сколько еще будет. Да Егор ее с под земли достанет. Он же человека прислал. Что же она творит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, мама. Здравствуй, сынок. Мама, спасибо. Денис, аккуратнее. Давай сюда. Так. Выходи, выходи. Выходи, выходи еще. Все. Так. Это моя жена, мама. И мой сын. Сыновья. Здравствуйте. Ну, идите в дом. Идите. Здрасте. Ага. Это, между прочим, мама – твой внук. Все будет хорошо. Ага. sean Здрасьте. Ух ты! Красиво. Я тут внучке твоей хочу позвонить, а она трубочку не берет. А я сам себе думаю, ну неужели внучка любимая, дедуля родному новый телефончик не оставила? Не оставила. Передай Егору, чтоб отстал от нее. У него своя жизнь, у нее своя. И вам тут нечего делать. Валите! Ой, дед, дед. Я же все равно узнаю. По-хорошему или по-плохому, но узнаю. Этого деда не такие пугали. Нравишься ты мне, дед. Ох, непростой. Ох, непростой. Ты говоришь, значит, ничего не знаешь, ничего не скажешь, да? И телефончик тебе новый не оставила. Никуда уехала, не сказала. Ни адреса, да? Да. Угу. 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 А меня дрожь, да мы дедова. Ну, на, 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 иди. А ты говоришь, не знаю? Я дитя обеегал в алый билочку. Зря мы это все. Мама твоя ненавидит меня. Зря я тебя сразу тогда не увез. А мама тебя полюбит. И внуков полюбит. И тебя. Мама! Мама! Тихонько. Братик спит. Что? Там к дяте Боре злая тетя приехала. Пойдем со мной. Стеша, девочка моя. Ну, отзовись. Отзовись. Я тебя прошу. Тихо. Мой братик спит. Ну, что теперь поделаешь? Посмотрим. Наташа. Ну, я тебя прошу. Ну, зачем ты приехала? Захотелось посмотреть на кого ты меня променял. Теперь понимаю. Я тебя не родила, а это двоих притащила. Причем одного сразу же. Мальчик, сколько тебе лет? Три. Пожалуйста. Сразу три года. Наташа, уезжай, пожалуйста. А ты меня не гони. Я тебе пока что жена законная. А вот она приблуда, и дети у нее такие же. Мама, а что такое приблуда? Идем. Все, Наташа. Уезжай. Все. Все. Нет, нет, нет. Только этого не хватало. Стой, стой, стой. Стой! 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 Опа! Лови! Стой! Безай мяч! Ну, давай мне! Ап! Вот так! Бросай! Тетя, лови! Лови! Ап! Смотри, как высока! На! Опа! Держи! Молодец! И я могу! Мам! Смотри! Лови! Укладываться пора. Спокойной ночи! Спокойной ночи! Дениска! Давай домой! А ну, домой быстрей! Ой! Бегом, бегом, бегом! Поехали! Поехали! Ну-ка! Догоню! Догоню! Догоню сейчас! Денис! Я! Хорошие мои. Гришка! Господи! Господи! Тихо, тихо, тихо! Господи, что же это? Тихо, тихо! Тихо, 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 тихо! Все нормально! Боря, они нас нашли! Это знак предупреждения! Я боюсь! Я не знаю, как они нас нашли! Боря! Все хорошо, все, все, тихо, не бойся, не бойся! Все! Все хорошо! Все хорошо! Всего доброго! Спасибо! Распишитесь! Привет! Хочешь покататься? Денис! Хочу! Денис и Денис! Давай, иди к дяденьке! Держи! Куда вы его уносите? Денис! Слушай сюда! Ты возвращаешься с сыном Егора! Этот остается здесь! Иначе мы сожжем весь дом и убьем всех, кто в нем. Поняла? Стеша! Это было последнее предупреждение! Стеша! Я возвращаюсь к мужу, не ищи нас! Что? Я возвращаюсь к мужу! Стеша, ты испугалась? Спокойно, сейчас приедет полиция! Все будет хорошо, Стеша! Мы все это закончим! Нет, будет поздно! Все, я так решила! Что ты говоришь? Забирай этого ребенка! Стеша, ты что делаешь? Что делаешь? Забирай! Стеша! Боря, отпусти ее! Пускай едет! Пускай едет! Пускай едет! Поехали! Пускай уходим! Стеша! Пускай! Пускай! Пудержи! Пудержи давай! Пусть едет! Пусть она едет! И закончатся все наши беды! Оставьте нас в покое! Слышите? Я ненавижу вас! Будьте вы прокляты! Остановите! 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 А-а-а! Спасибо. Здрасьте, Сливаня Анатольевна! Здравствуйте. Дениска, будьте умницей. Хорошо? Не помните, мам. Пока. Идемте, девочки. Вы подготовились к уроку? Пять. Шесть. Семь. Восемь. Один. Я когда вырасту, милиционером стану. Буду с бандитами драться. Четыре. Значит, и с нашим Денькой придется драться. А я тут ключом. Мои родители сказали, что твой отец бандит. Пять. Значит, и ты будешь бандитом. Шесть. Ты чё? Ты чё? Давай, давай, давай! Давай, давай! Бей! А ну разошли! По фону чуть светлее. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Вот. Снова сорвал тренировку. Устроил драку. Дениска. Пожалуйста. Приятного аппетита, Егор Федорович. Ну, скажи хоть что-нибудь. Что нового? Всё по-старому. Может, тебя к врачу отвезти? Пусть посмотрит, что с тобой не так. Я сколько уже дочку хочу, а? Всё со мной так. Просто пока не получается. А у тебя всё просто. А у тебя всё просто. Раздевайся. К Россию раздевайся. Пошла вон. Не испытывай моего терпения, всему есть предел, поняла? А-а-а-а! Встречай гостей! Девочки, выходим! Раз, два! Так, руку! Ну, девочки, будем развлекаться! Чувствуйте себя как дома! Так, сюда! Денис! Денис, не ходи туда! Денис! Девочки, аккуратненько! Ах, какие! Денис! На, бей! Деня! Деня, иди сюда! Ну, иди, иди! Иди ко мне! А? А? Сын мой! Денис! Идем со мной! Ну, мам! Стой! Ты чего меня перед людьми позоришь, а? Чего ты лезешь? Мы с сыном уходим! Что? Не бей маму! Уйди! Встречай! Петр, Энди! Встречай! Это что? Рожать от меня противно, да? Чего молчишь, дрянь? Не трогай маму! Сынок. Подойдешь, убью. Денис, сыночек, успокойся. Опять кровь из носа. Да что же это с тобой, а? Когда я подрасту, я тебя отвезу далеко-далеко, когда тебя никто не найдет. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, мадам Зина. Как дела сегодня? Все хорошо? Все хорошо. Денис, я надеюсь, вы готовы сегодня к уроку? Да. Ну, хорошо. Пошли заниматься. Нина. Стеша. Наконец-то. Родная моя. Привет. Привет. Ой. Ну, как ты? Ты с новостями? Ну, конечно, Стешечка, конечно. Я переживала. Тебя давно не было. Да, все, никак времени не было. Ты как? Все так же терпливо? Там видео, фото. Все смотри. Как они? Ну, как? Борис открыл свою галерею, теперь он художник и бизнесмен. Как-то так. А женщина рядом с ним есть? Я не видела. Стеш, слушай. Ну, позвони ему. Ну, скажи, люблю, жить не могу. Вот я бы позвонила. Точно. Да не могу я их под удар ставить. Егор всю мою жизнь отслеживает. Понимаешь? Видео-видео смотри. Восьмое марта – славный денек. Мама повдравит каждый женок. Каждая дочка как не мала. Мама поздравит восьмого часа. Мама, мамочка, я тебя люблю. На восьмое марта подарок подарю. Стешечка. Я так у одной трое суток стоял. О, едет. Поговорим? Поговорим? Сын, ты молодец, что за маму заступился. Теперь я вижу, что ты настоящий мужик. Совсем взрослый. Держи подарок. Никогда их не снимай, понял? И я всегда к вам с мамой смогу прийти на помощь. Спасибо, спасибо! Едут. Посиди здесь, ладно? Давай. Никуда не выходи. Хорошо. Иди- Fluную. Ура! 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 Его уже давно водитель забрал. Да, мам, привет! Денис, сыночек, ты где? Все в порядке? Да! У нас с папой все хорошо! У нас тут дела! Какие дела? Почему ты ко мне не зашел, ничего не сказал? Стоять, отец! Денис! Денис! Беги! Беги! Сынок! Живой! Живой! Ну что? Ничего, только царапины. Слава Богу! Ну? Мам! Родной мой, ну как так? Ну, мам, все в порядке. Я спрятался, как папа сказал. Не смей тянуть в эту грязь моего сына! Ты слышишь? Он и мой сын тоже. Никогда не смей! Мне всю жизнь поломал! Ему не дам! У вашего сына часто высокая температура? Бывает, да! А синяки? Кровь носом часто? Что с ним? Лучше показать специалисту. Лучше показать специалисту. – Егор! – Мой сын! Понял! Егор, успокойся! Успокойся! Что нам теперь делать? Не волнуйтесь. При пересадке костного мозга шансы на выздоровление большие. Нужен подходящий донор. Но ехать нужно сейчас. Сейчас, подожди. С тех, мне исчезнуть нужно. На время. Господи, ты в бега? А мы как? Вас не трону, при вас охрана будет. Нам сына надо лечить, а не от твоих бандитов бегать. К сожалению, вы оба в доноры не подходите. Извините. – Постойте! – Да, слушаю вас. Есть еще один вариант донора. С большой вероятностью совпадения. Это Глеб, брат Дениса. Даже не заикайся. Кого хочешь, чину не этого. Смола, валить надо! Я сказал, сейчас! Если Денису не помочь, он умрет. Ты понимаешь это? Это наш сын! Так, помогай. Ну, чтоб художнику своему не совалось. Узнай и убью. Денису, рюкзак надевай. Быстрей, быстрей. Все, идем. Что-то случилось? Вы куда? Валя, мы уезжаем к Егору. Сейчас трудные времена, поэтому никому ничего не говорите. Хорошо? – Хорошо. – Все, идем. Ну, все, идем. Ну, все, идем. Ну, все, идем. Бегом. Алло, Егор Федорович? Ну, все хорошо. Мам, а мы правда к папе едем? Нет. Папа очень расстроится, когда поймет, что мы уехали. Пусть это останется нашей тайной. Хорошо? Попробуем. Погнали. Идем. Бегу. Здесь сразу за все. Пребывание, лечение и операция. И за то, чтобы вы взяли моего сына без документов. Мой муж ничего не должен знать. Хорошо. Допустим, я могу предоставить для вашего сына личную медсестру. Я могу оформить его под своей фамилией Дунайцев. Но вопрос не в этом. Вопрос-то в доноре. Донор есть. Мне нужно немного времени. Ладно. Мы пока проведем общее обследование. Ну, все. Тебе нужно остаться. Ничего не бойся. Все будет хорошо. Я буду приходить. Только помни о нашей тайне. Никто не должен знать, что ты — это ты. Даже папа. Хорошо? Хорошо. Мам, я умру? Ну, конечно, нет. Вот как ты скажешь себе, так и будет. А ты скажи, я справлюсь. Я справлюсь. Обещай. И я справлюсь. Ложись. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ну, все. Молодцом. Сейчас давай тебя послушаем. Поднимай футболку. Дышим. О, хорошо. Стараемся. Теперь поворачиваемся спиночкой. Давай. Иди, иди сюда. Опускай футболку. Все. Общее физическое состояние в норме. Хорошо. Осталось сделать анализ крови. Вызову к себе в лабораторию. Ну, ты как, Глеб? Смелый мальчик, да? Смелый. Смелый? А уколов не боишься? Боюсь. Ой. Алло, Борис Юрьевич, здравствуйте. И садик о вас беспокоит. Нет-нет, с Глебом все в порядке, не волнуйтесь. Тетя, а ты прячешься, да? Пусть это будет наш секрет. Ты никому не скажешь? Никому. Особенно о воспитке. Она противная. К папе моему встает. Он тоже говорит, она противная. А ему такие не нравятся. А какие нравятся? Думаю, такие, как ты. Познакомь вас с папой. Можно побыстрее? Вы и так отнимаете наше время. Следующий. Интересная штука жизни, Алла Сергеевна. Наша милкота, вон как сдружилась. Не сегодня, а завтра. А свадьба будем думать. Не рановато ли вы о таком думаете? Ну, самое время. Хороших женихов и невест быстро разбирают. Да вы что? Будем знать. Ну, вот это зал, где находятся портреты. Прошу прощения. Эдвард Павлович, поздравляю. Спасибо. Очень хорошие работы. Мне нравится. Спасибо, что пришли. А это кто? Тетя одна. Красивая? А ты где видел эту тетю, Глеб? Ну... Борис, ты посмотри на свои рисунки. И если бы ты не бросил Наташу, у Глеба была бы мама. И он бы не рисовал вот эту, которую ты рисуешь. Спи, дитя мое, усни. Сладкий сон к себе мани. И в няньке я к тебе взяла. Ветер, солнце и орла. Улетела... Стеша! Стеша! Да? Иди сюда! Ну, что? Донор и реципиен сопадают. По всем трем локусам. Глеб подходит. Идеально. Тихо-тихо, Дениску разбудешь. Теперь надо Глеба подготовить. Ему как донору в течение десяти дней препараты надо принимать. Ну, получится. 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 Так, посмотрели на меня? Все помним правила поведения? Да! Разбирайте игрушки и играйте. Построжимся. Дайте, пожалуйста, мячик. Это укушите непонятно. Спасибо. Представляешь, я всех вырвала на прогулку, она стоит вверх. Ну, да. Она такая заумная. Держу. Оп. Теперь ты. Оп. Оп. Красава, красава. Вот это восемь. Оп. Лика! Дай мне руку, я вытащу тебя. Давай ручку. Молоденько. Ливи, Ливи, Лика, умница. Лика упала, посмотрите, все поняли. Вот так, иди ко мне. Ну, как же так, как же так произошло? Лика, Лика, я же говорила тебе, не подходить к воде. Ну, что же теперь будет? А вы вообще не лезьте, занимайтесь своими делами. Отнесите ее в группу, скорее. Идите сюда. Так, че стоим? Построили все на детской площадке. Быстро. А ну, пошли, пошли. Давайте. Здорово. Борис сюда своего малого привозил. В регистратуре проверили? Тебя ждали. А че меня ждать? Иди проверяй. Привет. Папа! Папа! Только помни о нашей тайне. Никто не должен знать, что ты это ты. Даже папа. Смоловых нет. Барышня, гляньте еще раз, пожалуйста. Денис. Смолов Денис. Девять лет. Посмотрела. Нету. Нету? Нету. Слушайте, а может он под фамилией матери лежит? А гляньте-ка, Тернов. Денис Тернов. Тернов. Да-да-да-да-да-да-да. И Терновых нету. Нету. Да не переживайте, обязательно найдете. Таких профильных клиник в Москве немного. И не переживаю. Тихо-тихо. Пардон. Анализы моего Дениски Дунайцева. Отметьте, пожалуйста. Глебушка, иди сюда. Иди сюда. Давай-давай-давай. Глебушка, а давай поиграем в игру? Давай. Только об этом никто не должен знать. Хорошо? Да. Надо скушать вот эту витаминку. Она сладенькая. Не бойся. Пи-пи-пи-пи. Молодец, Глебушка. А если по-честному ты кто? Я? Я тебе расскажу. Обязательно. Но сначала мы должны пройти десять уровней, а потом начнется самая важная игра. Получить многое лишнюю жизнь? Да. Но только не лишнюю. Это жизнь одного мальчика. Бегом-бегом-бегом. Нина, тебя ищут везде. Пошли быстрее. Такое больше не повторится, Эдуард Платонович. Мы примем все необходимые меры. Да. Ну, наконец-то. Мы вас ждем. Это и есть наша спасительница, вот, наша новая сотрудница Нина. Спасибо, Ниночка, вам. За дочь мою. Ну, что вы. Я ваш должник, так что обращайтесь. Приходи ко мне, я свою коллекцию кукол покажу. Слово «Мои принцессы» закон, так что мы вас ждем. Да, дочь? Угу. Да, вот еще. Возьмите, возьмите, пожалуйста. Обращайтесь. А вот здесь у меня находится небольшая, но очень ценная для меня коллекция периода начала эпохи Возрождения. А сейчас я тебе покажу свою коллекцию. А вот на этой стене у нас тоже произведение искусства, вернее, фотографии произведения. Узнаете? Нет. Прошу. Вот, женился на актрисе, теперь ни Ликуша свою маму, ни я свою жену. Ну, не видим сплошные съемки. Нина, смотри, какая у меня коллекция! Страсть к коллекционированию, это у нас семейная. Сейчас покажу! Скажите, а что вы еще собираете? Ну, а у вас что-то интересует? Икона. Нина, Нина, смотри, какая у меня красивая! Икона, из-за которой погибли мои родители. Стефанида Дамаска. Она у вас? А вы кто? Эдуард Платоныч, вы… Простите, мне надо идти. Кто это? Очень интересная девушка. Уборщица в Ликушином садике, которая очень интересуется моей иконой. Привет, Серега. Мне нужна информация по одному человечку. Привет, Серега. Мне нужна информация по одному человечку. Привет. Мам, я папу видел. Когда? Где видел? Во дворе, в окне. Но он меня не заметил. Точно не заметил? Точно. Мам, мы долго будем прятаться? Потерпи немного. Тебе надо вылечиться. Вот распечатка по деду. Звонков никаких нет, есть только одна эсэмэска. С адресом. Московская область, Новая Рига, Комарова, 12. Подпись. Лаврин, сын Платона. Дед после этой эсэмэски и уехал. Долго что меня не дождался. Я бы его подвез. Егор, ну, сил нет смотреть, как ты изводишься. Ну, прости ты Стешу. Я ее давно простила, и ты прости. Прости и отпусти. У тебя еще будет. Другой не будет. Одна она. И моя. Батю лучше уложи спать. Он уже перебрал. Я все узнал. Она в садике. Под чужим именем прячется от мужа. Он у нее авторитет, смола. А девичья фамилия Чернова. Внучка того деда, который нашу икону прятал. И дочка зарезанных тогда родителей, да? Ты же мне клялся, что за ней смертей нет. Обещал, Петя. Ну, да. Буря проблема. Но кто это знает? Ваньки Иванова давно уже нет. Да ты сам за эту икону убил бы кого угодно. Только не надо примерять на меня свои грехи, Петя. Не надо. Разочаровал ты меня. Пошел вон. Не долго музыка играла. Не долго фраер танцевал. Давай. Догоним, догоним, догоним. Аха-ха. Не догонишь, не догонишь. Глебушка, осторожней. Ну, не балуйся. Глеб. Ага, папа, я в домике. Глеб, ну все, 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 все. Идем, принцесса. До свидания. До свидания. До свидания. Пока, Глеб. Пока. А я все думаю, о ком это, Глеб? Тетя, тетя. А я все думаю, о ком это, Глеб? Тетя, тетя. Здравствуй, Стеша. Уходи, Боря. Нас не должны видеть вместе. Что случилось, Стеш? Уходи, Боря. Уходи. Нас с Глебом дергают в больницу. Какие-то анализы непонятные. Что случилось? Так, так, рассказывай. Глеб и мой сын. Говори. Прости меня. Ну? Ну, Стеша, ну? Ну? Денис тяжело болен. У него лейкемия. Поможет только операция. Если Глеб будет донором, он подходит. Я хотела тебе сразу рассказать, но я боюсь, а нами все время следят. Егор категорически против. Он пойдет на все, лишь бы мы только не увиделись. Даже ценой жизни собственного сына. Ну? Ну? Мы сделаем операцию и спасем Дениса. Он выздоровеет. Все будет хорошо. Спасибо. Глебу как донору нужно принимать вот этот препарат. Каждый вечер. Хорошо? Спасибо. Ну, что ты будешь? Сырнички со сметанкой? Борис? Угу. Глеб, иди сюда. Ну почему так долго? Глеб, иди сюда. Сейчас, мам, сейчас поедем. Сейчас. Давай. Ну, иди ко мне. Как ты? А? Хорошо. Борис, давайте быстрее. Идем, 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 едем. Давай. Все хорошо, а? Да. Глебушка, садись в машину. Давай, садись. Ну, честное слово, столько времени потрачено. Так, стоим, ждем его. Да, Глебушка? Поехали. Да? Поехали, поехали. Поехали, поехали. Поехали. Че надо? Братва шумит. Ты девку ищешь? А ты че, сватаешь? Да, есть одна. С двойной шестью. Тернова-Смолова. Нужна? Нужна. Да. Я нашел ее. В саду работает. По чужой фамилии. Терново-Смолова-смолова-Смолова-Смолова-Смолова-Смолова. Да? Бери ее и вези домой. Я сейчас буду проигрывать. Эдуард Платоныч, к вам старик просится и сказал представить его Тернов Виктор Андреевич. Проходите, пожалуйста. Давно хотелось с вами познакомиться. Отец о вас рассказывал. Я приехал за иконой. Отец тоже был одержим идеей ее заполучить. Всю жизнь мучился вопросом, как она пропала. Тогда она не пропала. Когда взорвали церковь, я ее просто спрятал до времени. А когда мы церковь восстановили, она вернулась к людям. И вот потом действительно пропала. Она у вас? А почему, вы говорите, мы восстановили, когда деньги на реставрацию давал я? Ты себе не приписывай. Мы всем миром собирали. По копеечке. А ты считаешь, что и копеечек хватило бы? Да если бы не я до сих пор на месте вашей церкви, пустырь стоял бы. А чего ж ты тогда молчал? Чего ж ты скрывался, если ты такой правильный защитник духовности? Чего ж никто не знает, что ты такой большой меценат? Но вы из Салва Морозов! Да мне все равно. Знают, не знают. Я это делал не ради славы. Ради искусства. Ради сохранения истории. Ради своего отца. Ты знал, что когда церковь постановят, я достану икону из тайника, и твои люди смогут ее украсть. Вот. Ради чего ты помогал строительству. Ради вашей с отцом одержимости обладать Стефанидой Дамасской. Старик, у меня нет иконы. Вся эта история больше похожа на миф. А убийство двух невинных людей — тоже миф! Мне искренне жаль. Я совсем недавно узнала об этом несчастье. Я помогу в поимке преступника и в его наказании. Я в долгу перед вашей внучкой. Это она спасла жизнь моего ребенка. А кто спасет ее жизнь? Ну что, птичка, долеталась? Птичка, долеталась! Тихо, тихо, тихо! Что-нибудь, помогите! Эх не была бы ты, Смолова! Я б тебе! Сюда! Что случилось? Вызывайте милицию! Вызывайте милицию! Садись, в милицию звони. Доброе утро, Эдуард Платоныч! Я решил вопрос уборщицы. Ее увозят, и она больше никогда не будет интересоваться иконами. Мне обещали авторитетные люди. Ты что, не рад, Эдуард Платоныч? Я так понял, ты этого как раз хотел? Этого, этого, Петя. Да не этого. Ну, ты и сволочь, Лаврин. Слить меня хочешь? Я тебя за собой потяну. Ты тоже будешь отвечать за эту кражу. Послушай, Петя, я купил у тебя вещь, потом эту вещь продал. Я бизнесмен, вот и все, но не бандит. А тебе придется за все ответить. Запомни, смеется тот, кто сильней. Не грусти. Папа! Вот и все. Вы свободны, вот ваш пропуск на выход. И спасибо за сотрудничество. Мы его долго искали. Спасибо. До свидания. Эй, боец! Заходи. Рано радуешься. Егор знает, где ты своего пацана прячешь. Разговоры! Может, уже и забрал. Проходи. Рано радуешься. Папа тебе обиду не даст. Я хочу к маме. Эй, это что значит? Вы что делаете? Да какое вы имеете право? Сыночек! Мама! Отпусти! Отпусти ребенка! Отпустите ребенка и поднимите руки. Спокойно, начальник. Здесь твой леговой восторг лишний. Отец приехал забрать своего сына. В чем проблема? Никакого криминала. Отпустите ребенка и поднимите руки. Сиди! Мама! Балаш! Мама! Все хорошо. Давай. Все в порядке. Все в порядке. Не волнуйся. Просто от волнения кровь носом пошла. Ну что? К сожалению, мы его упустили. Егор не отстанет. Он добьется своего любым путем. Не беспокойтесь. Выставим охрану в больнице и здесь у палаты. Я распоряжусь. А вы спокойно занимайтесь лечением. В принципе, к операции все готово. Осталось привезти донора. Завтра с утра. Мы можем оперировать? Да. Я позвоню Борису. Аккуратней. Глеб! Папа! Иди сюда. Иди-иди-иди сюда. Иди ко мне. Здравствуйте. Я Глеба забираю. Как? Алла Сергеевна сказала, что она сегодня его забирает. Ну ничего. Нам нужно пересдать один анализ. Срочно. Надеюсь, ничего серьезного? Он же мне как родной. Да ничего, вы не волнуйтесь. Все хорошо. Пойдем. Пошли. До свидания. До свидания. До свидания. Это Егор. Это проходной подъезд. Через него окажетесь там параллельная улица. Ясно? А ты слушай всю тетляну. Это тоже игра. Встреча с мамой. Давай, давай, Вико. Быстрее, быстрее. Побежай. Вико. Сюда, сюда. Идем, идем, идем. Здравствуй, солнышко. Привет! А мы с папой так быстро на машине ехали. Жух! 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 А где Борис? Он скоро подъедет. Все. Надо готовиться к операции. А Глеба уже нет. Вы что, опалаумили? Где мой внук? Его ваш сын забрал? Они его в больницу увезли с медсестрой. Что с моим внуком? Так вот, телефон медсестры. Я вас всех под суд отдам. Слышали? Помнишь, я обещала рассказать тебе, почему мы должны выиграть эту игру? Чтобы получить на Агаду жизнь. Правильно. И это жизнь твоего брата, Дениса. Денис, а это твой брат Глеб. Я сразу понял, что ты моя мама. Ты хорошая. Спасибо. Спасибо. Иди сюда. Родные мои. Пора. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Деда, приехал? Я внизу! Пересадка уже началась. В регистратуре мы записаны под фамилией Дунайцев. Поднимайся к нам на второй этаж. Ага. Дунайцев. Денис Дунайцев. Да, Дунайцев есть. Проходите на второй этаж. Я так и думала, что к этому причастна ваша внучка. Нашей семье от вас только одни беды. Ну зачем вы? Она же вам такого внука подарила. Солнце, а не мальчишка. Спасибо. Извините. Ну, здравствуй. Я не могла иначе. Ну что? Операция прошла успешно. Риска для жизни нет. У вас замечательные братья. Все хорошо. Слушай, Глеб спас Дениса от смерти. Денис будет жить. Я знаю, как это потерять сына. Простите меня. Простите меня. Простите. Ты ни в чем не виновата. Ни в чем. И что Стехна тебе так заклинил-то, а? Целуюсь я хорошо. Смешно. Сейчас посмотрим. Вот это! Это Боря. Ну, наконец-то. Боря? Здравствуй, жена. Что, Дениске помогла молодец, но пора в семью возвращаться. У нас здесь, Борька, и спор один возник. Хотим тебя видеть. Да, Боря? Да приезжай к нам. Куда? Ленинская, 48, заброшенный завод. Только ты одна приезжай, Стех. Да? Я приеду. Ну, все, ждем. Что с Борей? Ничего. Все хорошо. Я как раз к нему еду. Родные мои. Маме нужно уехать. А вы будьте всегда вместе, несмотря ни на что. Угу. Я вас очень люблю. А тебя тоже очень люблю. Ты куда идешь? Скажи правду, Стех. Скажи. Я ее любил, а она все эти годы тобой вразила. Ну, ничего. Одна? Одна. Боря. Боря. Ну, зачем? Зачем ты приехала? Зачем? Я не могла не прийти. Очень трогательно. Только ты моя жена, не его. Я с тобой, потому что всю жизнь чувствовала себя виноватой, что из-за меня тебя посадили в тюрьму. Заткнись. И во мне был твой ребенок. Я вынуждена была жить с тобой всю жизнь. Сейчас я разрешу твою дельму. Егор! Остановись. Что? Ради него готова пожертвовать жизнью? Ради меня, на что ты готова? Ради меня, на что ты готова? А? Для меня ты что сделала? Не можешь жить без него? Ну, тогда не живи. Нет! Стеша! Стеша! Тихо, 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 моя маленькая. Тихо, тихо, родная моя. Сейчас, сейчас, сейчас. В больницу поедем, сейчас. Здесь раненая. Все встать на месте, работает авон. Оружие на пол, руки за голову. Я сказал, оружие на пол. Оружие на пол, руки за голову. Хорошо. Я продам вам икону. Деда, а почему она плачет? От радости. Она же домой вернулась. Ее бабушка вернулась. Мы все вместе ее вернули. Обручается раб Божий Борис. Раба Божья, Стефания. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Деда, а почему и мама плачет? А то же от радости. Она ведь тоже вернулась. Сынок, поздравляю вас. Ну, давайте, я возьму, возьмите. Спасибо. 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 Будь счастлив. Спасибо. Доченька. Спасибо вам огромное. Будь счастлив. Спасибо. Спасибо. Будь счастлив. Будь счастлив. Держи клетку. Держу. Субтитры создавал DimaTorzok